Всем привет, продолжаем разбор эпиков, которые принимают участие в слиянии и сегодня у нас это будет Толсторог. Его можно получить собравший рарок, либо уже заканчивается массовый призыв, его можно получить тут. Если у вас нет атамана, настоятельно рекомендую получить Толсторога. Этот герой много где возглавляет топ антигероев в этой игре, но он просто недооценен. Давайте вам расскажу, как Толсторога сделать имбой. Погнали! Толсторог. Это эпический герой, относит его к типу атака, с чем я категорически не согласен. И он из фракции у нас оборотни. Начинаем по навыкам. Первый навык пробивающий удар. Атака по врагу с вероятностью 75% накладывает слабость 25% на 2 хода. Вероятность наложения слабости очень высокая, урон у нас зависит от атаки, с помощью книг мы можем немного увеличить урон. Конкретно в этом первом навыке, если книги сюда не падают, и слава богу, здесь они не нужны. Что же касательно урона. Атаки ему дали 1498, а формула выглядит 3,2 умноженная на атаку. Множитель занижен, атаки дали много, то есть бить здесь уже будет ниже среднего. Если вы захотите его выкачать как персонажа атаки, дадите ему много атаки, крит шанс, крит урон. Едем дальше. Второй его навык, жалящий удар. Атака по всем врагам продлевает перезарядки всех навыков цели на 2 хода. Откат у нас в базе 4 хода, с помощью книг можем сократить до 3. И вот это тот самый навык, который делает его крутым. Во-первых, это откат в 3 хода, и он продлевает перезарядки всех навыков на 2 хода. По сути, он врагов делает овощами. Потом они начинают на вас ходить, и ходят базовыми своими навыками, ничего сделать не могут. И у вас есть 2 их хода, чтобы их разобрать. Если у нас в игре также воет, но это лего атаман, он просто сбрасывает перезарядки. То есть, то лучшее. Но извините меня, какой процент выпадения атамана на аккаунте? А тут толсорога можно собрать. В общем, пойдем в бой, наглядно сами увидите крутость этого навыка. Пока же поговорим по поводу урона. 3,8 умножено на атаку. Это ничтожно маленькие множители. Здесь он будет бить очень слабо. То есть, второй навык, где он ударит не сильно. И почему не нужно качать его, как персонажа типа атака. Смотрим третий навык, трепет. Атакует случайные цели 4 раза с вероятностью 75% накладывает блок бонусов на 2 хода. Откат в базе у нас 5 ходов. С помощью книг можем сократить до 4. И также мы можем вероятность наложения блока бонусов увеличить до 100%, что нереально круто. Единственный минус, это то, что рандомные цели. Если оно разлетается в разных врагов, у нас все висят с блоком бонусов, что идеально. Бывают случаи, конечно, что в одного, но в принципе, если мы в тех же криптах-подземельях, и этого достаточно. То есть, у нас всегда будет какой-то противник, у которого блок бонусов, на котором нет бонусов, и мы потихоньку его разбираем. Кстати, на урона здесь вот единственное место, где более или менее адекватные множители. Полтора на подобных навыках это стандарт. И кое-где тут урон поднимается до 1.9. Следовательно, здесь рандомные цели. Прицельно мы не ударим. Если влетит в одну мишень, да, это 6 множитель, что круто. Если разлетается, то это копейки. Соответственно, мы поняли, это не персонаж атака. Даже если и так, то это фейковый персонаж атака, потому что бить он будет слабо. Ну и вполне понятно, почему многие там считают его анти-топ героем. Но проблема в том, что они просто не рассмотрели этого героя. Просто увидели, что тут написана атака, и захотели от него получить атаку. Да, атаки в нем нет. Также у нас имеется аура увеличивать здоровье союзников во всех боях на 25%. Прикольная аура, если у вас там где-то будут хпшники, подойдет. В обычных тимах лучше все-таки защиту брать. Давайте взглянем на его базовые параметры здоровья. 13 545 сущие копейки. Это на уровне рарки. Это мы должны учесть, когда будем его качать. Чуть-чуть позже скажу. Атака 1498. Супер, но у него маленькие множители, поэтому как ДД он нас не интересует. Защита 903 для персонажа атака. Это хороший показатель. Так как мы его будем использовать больше как саппорт, то не очень круто. Будем с этим бороться. Скорость 95 это также копейки. Обычная такая скорость у персонажей, которые работают через защиту, потому что их пытаются замедлить. Опять же, если бы он был персонажем атака, то все-таки здесь под сотку нужно было делать. Крид шанс 15 стандарт. Крид урон 60. Вот здесь тоже странно. Все-таки действительно разработчики думали, что он будет уметь бить, но нет. Сопротивление 30, меткость 0. Меткость нам нужна и меткость качаем, потому что иначе он все эти сбросы не раздаст никому вместе со своими штрафами. И скорее всего вы будете его использовать на арене, поэтому меткости нужно много. Смотрим оценки. 322. Их немного. Итак, его все-таки заценили на арене, слава богу. И войны фракции. Но 4.6 и 4.6 я бы все-таки здесь поставил больше. Это вот самые топовые места, где он отлично себя ведет. Клановой битвы вот непонятно, зачем его туда тащить. У него только слабость. Сброс перезарядок он КБ все равно не сделает. В общем, оценки спорные, поэтому сильно сюда заглядывать не будем. Что мы должны понять? Он не персонаж атака. То есть мы его больше будем использовать как саппорт. Итак, когда качаем этот алсторога, мы должны придерживаться следующим правилам. Во-первых, ему нужна скорость, чтобы он максимально быстро откатывал свои навыки. Ему нужна меткость. Чем больше, тем лучше. И потом мы поднимаем ему здоровье и защиту. Почему? Он вводит стихия. Когда автобой принимает решение, кого бить. У нас вначале идет стихия и антистихия. Потом наличие бафов. И дальше он уже смотрит, у кого в команде меньше всего здоровья, а у кого в команде меньше всего защиты. Толсторога нет ни того, ни того на базе. Поэтому, как правило, придут бить его. А нам это не надо. Удар он не держит, его очень легко убить. Поэтому максимально стараемся вначале задрать ему здоровье. И потом по возможности даем ему же защиту. Конкретно у нас одеты два комплекта на скорость и один на меткость. Артефакт у нас следующий. Сапоги скорость. Доспех защита. Перчатки здоровья. Бижутерия знамя меткость. Желательно, чтобы в допах еще и скорость где-то прострелила. Амулет защита. Перстень также у нас защита. Если можете дать ему там какой-то крит-шанс, не вопрос, давайте. Но многого от него не ждите. Я решил все же сосредоточиться больше на его скорости и на его меткости. Дабы, даже подобравшись к платиновой лиге, на арене мы не просирались с ним. Книги в нем все. Но на самом деле они нам нужны на третьем и на втором навыки. Если вам повезло, они вначале упали туда, супер замечательно перестаем в него вливать книги. Если нет, то Сарямба, но все-таки они ему нужны, то есть дабы его навыки откатывались на один ход быстрее. Это важно. Он действительно по-другому начинает работать. Особенно если затяжные бои, вы это почувствуете. Таланты выглядят подобным образом. Не могу сказать, что я много с ним бегал, но вот пока остановился на таком варианте. И давайте от теории к практике. То есть, видимо, он заходит первым, причем даже Горга у нас обогнал. И сбрасывает им перезарядки. Все, у нас просто стоят овощи, просто наши ДД должны их разобрать. Ничего сверхъестественного нам противники сделать не могут. Кстати, он воет, поэтому брать его можно куда угодно. Мы разберем только на примере дракона. На самом деле, на паучихе ему также делать нечего, потому что там сбрасывать попросту нечего. Вот и опять у нас вторая волна, он опять сделал сокращение перезарядок. И, в общем, мы ждем. Нужно их просто убивать. Опять же, когда лекарь придет в себя, видим, что вдогонку полетели у нас штрафы на блок бафов. Поэтому никто никому ничего не навесит. И вот важно, чтобы максимально быстро мы обгоняли их. То есть, видим, уже он второй раз их сократил. То есть, они опять у нас овощи. Ну, они вообще нам ничего плохого не сделают. Тут хорошо брать залив команду. Вот у меня эту роль выполняет Горга. Конечно же, там с тем же арбитром будут получше. Но я специально взял вот команду чуть послабее, чтобы мы не так быстро их пробегали. И вот вы видели работу толсторога. Потому что она именно в этом и заключается. Он не набьет много урона. Он именно овощит противников. Именно это нам и надо. Минута 45. Обычно даже за минуту 30 пробегают. И вот что самое примечательное. Никого не убивает. Когда я хожу подобной тимой на дракона. То, как правило, у меня элитный гвардеец отлетает. И поэтому у меня стоит там тот же Горгарап или Арбитр. Которая потом его реснет. В случае чего... Ну, не в случае чего, а реснет. Тут же из-за того, что толсторог сбрасывал им перезарядки. Они нам особо ничего не могли сделать. Поэтому никто и не умер. Отдельный кайф это ходить с ним в криптофракции. Я на самом деле прям все криптофракции не прошел. Но самые сильные волны, которые я видел. Это вот как раз таки где стоят эти валькирии. Щиты непомерные. Контратака. Плюс их несколько. Все решается с помощью А2 от толсторога. Оп. И все. И теперь просто можем даже на автобой поставить. Пока разбираем этих овощей. Идем пока ход дойдет до толсторога. В принципе, мне не важно, как они пойдут. Там просто нужно будет немного придержать его второй навык. Пока пропускаем. А, ну давай. Нет, не развалил. Ничего. Вот теперь можно кидать. Потому что вот как раз Валя хотела походить. И как бы сорянчик. У нас есть штраф блок бонусов. Поэтому контры и щитов вам не видать. Ну и в общем это вот основные моменты, которые я хотел показать. Как бы... Я думаю этого более чем достаточно. О, е-мое. Он все-таки потратил это. Потому что сейчас тут вторая волна. Ну, надеюсь все-таки затащит. Протупил. И тут также блок бонусов. Ну и по-хорошему, конечно же, перезарядку надо сбросить. Потому что иначе получим бомбы. Они даже сейчас на автобой не пройдут. Вы понимаете. Если руками мы заходим, то они пройдут. О, отлично все. То есть, без толсторога мои тут ничего не могли сделать. И вот именно появление толсторога перевернуло прохождение криптфракции. И конечно же арена. Я просто обожаю ходить с ним. Конечно же у меня есть атаман. Но мне просто повезло, что он у меня появился. И толсторога я так собрал, что у него меткости получилось даже поболее. Поэтому я частенько приоритет отдаю ему. Если идем против всяких торминов, конечно же, нам нужен сет на иммунитет. Потому что когда идет залив после арбы, и он должен следующим походить в идеале. Его могут подморозить, поэтому имейте это в виду. Во всех остальных случаях, ну, обычная спидмета. Здесь мы их обогнали. Заходит у нас арба. Заходит ход до толсторога. Все. Я специально взял такую тему, чтобы у меня много ДД не было. Вот просто, чтобы бой был такой затяжной. Дать им походить, ходите, делайте что хотите. Все равно никто ничего там плохого нам не сделает. Потом же вдогонку вот прилетает у нас. У нас прилетает дебаф на блок бафов. Вот. Ну, опять же, тут тупости автобоя. Потому что мадам Сирис у нас осталась без ничего. Я бы пошел ее добивать. Ну, в принципе, хотите арбу, бейте арбу. Оп, опять у нас перезарядка произошла. Главное, его достаточно разогнать. И главное, дать ему достаточное количество меткости. Шла третья минута. Автобой тут возился до сих пор. Ну, 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 ну. Давайте еще сюда зайдем. Тут кто кого? Ай-яй-яй-яй-яй, это алстар. Отлично. Но они успели залиться. Тут как раз тютелька в тютельку. Поле у нас сегодня пойдет или не пойдет? Не пошел. Тот момент, когда толстарог начинает тащить, да? Все-таки родил, я понял. Моему ДД нужно больше скорости. Итак, вот такой обзор был на толстарога. Лично я считаю, что он вам нужен. И хочу, чтобы этот ролик был под лозунгом толстарог. Успей получить свою имбу. Ну, а там уже на самом деле, конечно же, это зависит от многих факторов. У кого-то есть уже, например, толстарог, у кого-то есть атаман. У кого-то и так все норм с криптами и с ареной. А в подземельях он пролетает пулей. Но, как минимум, если кто-то в следующий раз вам скажет, что толстарог не очень, покажите ему этот ролик. Думаю, он изменит свою точку зрения. Проблема просто в том, что написали тут атака. А он таковым не является. На этом у меня все. У микрофона был Фил. Всем всего самого хорошего. До новых встреч. Пока.